Здорово, стримеры! Пришло время для второй серии «Мамкиного стримера» и сегодня рассмотрим первоначальную настройку OBS. Я постараюсь максимально быстро и информативно рассказать про важные пункты и подобрать оптимальные настройки для разных компьютеров. В описании к видео я оставлю таймлайны для настройки под каждый кодировщик – NVENC, X1064, QuickSync и AVC-encoder для видеокарт AMD. У некоторых может возникнуть вопрос, почему OBS, а не XSplit. Во-первых, OBS бесплатная. Во-вторых, менее требовательна к ресурсам ПК. При одинаковых пресетах OBS будет загружать компьютер меньше. Давайте уже начнем. Для начала нам потребуется вкладка «Вещание», в которой мы выбираем платформу для стриминга. Можно выбрать YouTube, Twitch и другие. Для мультитрансляции на несколько платформ можно использовать сервис Restream.io. У каждого сервиса есть свой уникальный ключ потока, с помощью которого мы подключаем программу для стрима к каналу. Чтобы найти его для YouTube, заходим в творческую студию и внизу копируем ключ трансляции. После чего в OBS вставляем соответствующую строку. На Twitch ключ трансляции находится в панели управления под категория «канал». При необходимости его всегда можно сбросить. Часто бывает, что на выходных серверы перегружены и стрим может подтормаживать. Поэтому предусмотрены дополнительные серверы для приема потока. У YouTube их всего два, а на Twitch рекомендую подобрать сервер с минимальным пингом. Это можно сделать с помощью сайта Twitch Inspector, ссылка будет в описании. На котором можно проверить стабильность тестовой трансляции. Перейдем к самому главному и интересному пункту настройки – вывод. В нем и происходит вся магия, и найти оптимальное значение вам придется на практике самим. Я же дам пару советов, которые помогут создать трансляцию в максимальном качестве при минимальной нагрузке железа. Сразу же включаем параметр расширенный, чтобы получить доступ к максимуму настроек. Для начала рассмотрим стриминг с помощью процессора через кодек X264. Его плюсы – высокое качество картинки, низкая загрузка видеокарты, возможность трансляции на слабых ускорителях. Большая нагрузка на процессор, необходим быстрый интернет для передачи трансляций с высоким битрейтом без потерь качества. Оптимальное разрешение для стрима 1920 на 1080 точек для средних и мощных ПК. Если же у вас слабый ПК или большое разрешение необязательно, то можно оставить 720p. При меньшем разрешении смотреть стрим будет некомфортно. Управление битрейтом. Рекомендую устанавливать постоянный CBR, с ним картинка не будет периодически сыпаться, как это было бы с VBR. Сжатие с помощью ABR позволяет установить минимальное и максимальное значение битрейта, за которое OBS не будет выходить. Битрейт – это количество информации, которое будет передаваться за единицу времени, так что именно этот параметр больше всего влияет на качество картинки. Таблица рекомендуемых битрейтов для разных разрешений и настроек аудио сейчас у вас на экране. Однако замечу, что битрейт нужно подбирать исходя из вашей скорости интернета и качества трансляции. Учитывать нужно скорость передачи от вас на сервер. Регулировка интервала между ключевыми кадрами может улучшить качество картинки и более эффективно использовать выбранный битрейт. Ключевой кадр кодируется полностью. Следующий за ним содержит только отличия от ключевого. Третий – отличие от второго и так далее до следующего ключевого кадра. Для не слишком динамических игр интервал можно повысить, поскольку там картинка кардинально и быстро не меняется. Для динамических больше одного ключевого кадра в 3 секунды ставить не рекомендую. Картинка будет сильно замылена. Предустановка использования ЦП отвечает за нагрузку процессора и качество картинки. Если процессор мощный, то можно повысить параметр, получив более качественную картинку. И наоборот, если машина не справляется со стримом и игрой одновременно, то стоит понизить использование ЦП, чтобы видео было плавнее. Рекомендуемое значение для средних и слабых процессоров – Very Fast. Пункт «Профиль» зависит напрямую от вашего железа. Для более старых комплектующих желательно устанавливать Main, для более новых – High. При этом потеря качества будет минимальна. Отдельный пункт «Настройка» под профилями – это некая оптимизация для вашей трансляции. Рекомендую устанавливать параметр нулевой задержки, который как раз и предназначен для потокового видео. Теперь рассмотрим настройки трансляции через NVENC H264 – кодек для видеокарт NVIDIA. Особых отличий здесь нет – все та же строчка с битрейтом, пресетами и профилями. Пресеты здесь уже обозначены по-человечески и из названия можно понять, как повысить качество картинки и как снизить нагрузку на видеокарту. При использовании двухпроходного кодирования качество картинки улучшится, но нагрузка на GPU возрастет. Но это адекватная цена, поэтому ставим галочку. Если ты мажор и у тебя несколько видеокарт в SLI, то в следующем пункте в GPU устанавливаем значение в один – для двух видеокарт, значение два – для трех и т.д. Если у тебя одна видеокарта, то оставляй значение 0. Использование B кадров означает, что данный кадр ссылается на два соседних – предыдущий и следующий. Это ускоряет отрисовку и снижает нагрузку на железо. Оставляем значение в два. Стриминг через видеокарты AMD. Здесь есть тоже свои пресеты, в которых достаточно поменять битрейт на желаемый под ваше разрешение. Если перейти в режим просмотра эксперт, то можно максимально детально настроить кодер под свои нужды. Однако я на этом внимание заострять не буду, так как, во-первых, это растянет видео на час, а во-вторых, мало кто использует видеокарты AMD для стриминга. Также есть возможность кодирования трансляции через QuickSync и встроенного видеоядра в процессоры Intel. Однако качество будет ниже среднего, хоть и снизится основная нагрузка на процессор. Для включения технологии необходимо зайти в BIOS и изменить пункт мультимонитора в разделе встроенного видеоядра на Enable. На разных материнских платах название может отличаться. Далее настройка аналогичная, как для стриминга через процессор. Следующий пункт – аудио. Здесь вы можете подключить несколько аудиоустройств для воспроизведения в трансляции, выбрать качество, определить количество каналов, задать задержку включения и выключения микрофона. В разделе видео задается нативное разрешение экрана. Выходное разрешение для трансляции и определяется максимальное значение FPS. Фильтр масштабирования – очень полезная функция. Объясню, чем отличаются методы и какой подобрать лучше под ваш компьютер. Первый метод – билинейный. Он подходит для слабых компьютеров и среднего качества трансляции. Картинка будет немного замылена, особенно в динамических сценах, но потребляемые ресурсы будут значительно меньше. Второй метод – бикубический, его стримеры используют чаще всего. Оптимальное сочетание нагрузки и качество изображения. Третий и самый ресурсозатратный метод – ланцуша. Качество трансляции будет максимальным, как и нагрузка на ПК. Не рекомендую использовать с процессорами слабее Ryzen 5 1400, Intel Core i5 6400 и видеокартами младше GTX 1060 6 ГБ. В разделе горячих клавиш можно задать комбинации или отдельные бинды на быстрое включение определенных функций или смены сцен трансляции. В расширенных настройках советую поставить приоритет процесса на высокий, чтобы фоновые обновления или другой софт не занимали необходимые ресурсы. Цветовой формат, пространство и диапазон лучше не трогать. Теперь создадим нашу первую сцену с игрой и веб-камерой. Для начала слева внизу нажимаем на плюс и создаем первую сцену. Левее находятся источники, которые мы будем постепенно заполнять. Начнем с добавления игры, которую будем транслировать. Нажимаем в источниках плюс, выбираем захват игры. В пункте режим ставим захват отдельного окна. В будущем при выведении чата на экран это поможет его отобразить на трансляции. В пункте окно выбираем уже запущенный на фоне игру и нажимаем ОК. Далее нам необходимо добавить веб-камеру. В источниках выбираем пункт устройства захвата видео и откроется окно настройки. Выбираем устройство, выставляем желаемое разрешение и количество FPS для вашей камеры. В основном окне ОБС задаем размер и расположение картинки с веб-камеры. При зажатом Alt можно кадрировать картинку. Теперь добавим в источники свой микрофон. Выбираем захват входного аудиопотока. Из выпадающего списка находим микрофон и подтверждаем. Если сильно фонит и захватывает все посторонние шумы, воспользуйтесь фильтрами и шумоподавлением, как показано на видео. Каждому придется подбирать настройки самостоятельно, поскольку микрофон микрофон урозит. И не забудьте отключить лишние источники аудио, иначе будет неприятное эхо. Базовые настройки для создания первой трансляции я вам рассказал. В следующем ролике я объясню, как подключить донат в систему, отобразить чат и покажу интересные программы для интерактива на ваших стримах. Если у вас остались или появились вопросы, с удовольствием отвечу на них в комментариях или в своем инстаграме. Меня зовут Артем, с вас лайк, удачных стримов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова